Ущерб Казахстану от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме оценивается в 100-150 миллиардов тенге, но это пока предварительная цифра. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель премьера-министра, министра финансов Юрлан Жамаубаев. По его словам, окончательная сумма потерь будет зависеть от сроков ремонта поврежденных причальных устройств. Напомним, накануне в Москве состоялась встреча министра энергетики Казахстана Булат Акчулакова с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума. Они обсудили ремонт причальных устройств в Порту Новороссийска, из-за поломки которых консорциум работает в сокращенном режиме. Сейчас Ростехнадзор оценивает техническое состояние производственных объектов на Каспийском трубопроводном консорциуме. Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так оценивать в пределах пока 100-150 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре расследуют 20 уголовных дел по незаконному выводу денег из Казахстана. Сумму ущерба по ним, как сообщил заместитель премьера-министр, министр финансов составляет около миллиарда долларов. Параллельно представители ведомства совместно с Национальным банком передали в агентство по финмониторингу 8 дел, связанных с выводом капитала. По словам Ярлана Жимаубаева, по этим делам ущерб также оценивается почти в миллиард долларов. Напомню, накануне председатель агентства по финмониторингу доложил президенту, что сейчас в стране расследуют 7 уголовных дел по незаконному выводу капитала за рубеж. Наложен арест на счета, где хранится 28 миллионов долларов. В Туркестанской области после многолетнего ожидания сразу 22 населенных пункта получили природный газ. Вопрос подачи голубого топлива смогли решить в национальной компании «Казахгаз». На сегодняшний день именно на юге Казахстана регистрируют самое большое употребление природного газа. Во время рабочей поездки руководитель «Казахгаз» посетил несколько крупных производственных объектов, расположенных в регионе, в их числе компрессорная станция «Туркестан», благодаря которой обеспечивается бесперебойная и безопасная транспортировка газа на юг страны. Еще один стратегический объект – газоизмерительная станция «Акбулак», а затем учебно-курсовой комбинат «Интергаз Центральная Азия». Это уникальное профессиональное учебное заведение для газовиков республики. Во время поездки в Жамбулскую область состоялось посещение компрессорной станции «Кулан» газопровода «Казахстан-Китай». Ее работа позволяет увеличить пропускную способность нитки «Ц» до 20 миллиардов кубических метров газа в год. Также посетил глава газовой компании «Амангельдинскую группу месторождений» – основной актив ресурсной базы компании «Казакгаз». На юге Казахстана находятся крупные артерии газотранспортной сети. Это Бенею-базовый Шымкент, который работает на предельных мощностях, на 110% загруженность. По поручениям главы государства мы занимаемся развитием ресурсной базы для обеспечения бесперебойным газом для населения Казахстана, а также вопрос строительства второй нитки газопровода. Во Владикавказе возобновил работу завод по выпуску бескислородной меди – металла, необходимого в приборостроении и электротехнической промышленности. Раньше медь закупали в Германии и Финляндии. Теперь завод готов обеспечить сырьем российский рынок. Бескислородную медь используют в производстве электроники. Ее ценят за прочность, электропроводимость и устойчивость к коррозии. Чистая медь – лучшая замена серебру при производстве мобильных телефонов, компьютерных процессоров. Международная обстановка невольно помогла осетинским металлургам. Сырье для завода производят в России, на Урале и в Норильске. Во Владикавказе медь производят в виде листов, а уже здесь ее довозят до совершенства. Импортного оборудования минимум. Все эти печи сделаны еще в советское время. Здесь же на заводе существовало собственное конструкторное бюро. Пока на заводе работает одна печь. В сутки она производит 3-4 болванки. В ближайшие месяцы специалисты наладят работу других шести печей. Уже поступил заказ на первые 500 тонн бескислородной меди от корпорации Ростех и Росэлектроника. А это больше 600 компаний. Мы оказались единственным монополистом, поставщиком этой меди. Все потребители, которые потребляли эту медь с Финляндии, скажем так, из Германии, сейчас, естественно, повернулись к нам. Это экологически чистое производство. Это вакуумные бескислородные печи, которые не имеют выбросов ни в воду, ни в воздух. В Армении поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8%. Причина – в нехватке кормов. В прошлом году засуха погубила часть урожая в странных поставщиках. Из-за этого выросли цены. Многим фермерам пришлось продать коров на убой. В этом сезоне корма подорожали на 10%. Раньше их закупали за границей, но в прошлом году урожай у стран поставщиков был скудным. А в Армении уменьшилась пассивная площадь. В Министерстве экономики отмечают, сейчас в республике 560 тысяч коров. Это минимальный показатель за 12 лет. Сейчас фермерам советуют участвовать в госпрограммах поддержки. Эксперты считают, сокращение поголовья скота может привести к недостатку говядины в стране и росту цен. В том числе на импортное мясо снизится и спрос. Хотя в прошлом году говядину покупали втрое чаще, чем свинину. Импорт говядины в Армению, по данным за прошедший год, был небольшим – всего 8%. Большую часть закупили в Индии. С 2019 года мы реализуем программы, которые нацелены на развитие потомственного скота в стране. Уже приобретено полторы тысячи голов. Программа по субсидированию кредитов в сфере сельского хозяйства очень помогает фермерам. Россияне снова могут покупать национальную валюту. Но продавать банки будут только те средства, которые поступили в кассы с 9 апреля. При этом пока сохраняется общий лимит снятия со счетов. Это 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро. Такое правило было введено ранее Центробанком. Ранее Банк России смягчил условия покупки иностранной валюты у брокеров. С 11 апреля отменена комиссия в 12% на покупку валюты. Пхеньян успешно провел испытания управляемой ракеты нового типа, способной увеличить эффективность тактического ядерного оружия. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР, добавив, что лидер страны Ким Чен Ын лично присутствовал на тестовых стрельбах. Новый запуск состоялся через день после праздничных мероприятий, посвященных 110-летию со дня рождения основателя северкорейского режима Гим Ир Сена. В настоящее время на корейском полуострове наблюдается новый виток напряжения. Избранный президент Республики Корея Юн Сек Ёль неоднократно заявлял возможности нанесения превентивных ударов по северному соседству в случае готовящейся атаки. Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен предупредила, что в случае агрессии КНДР применит ядерное оружие. На следующей неделе пройдет очередное совместное учение Сеула и Вашингтона, против которых выступает Пхеньян. По данным южнокорейской разведки, КНДР может провести седьмые по счету ядерные испытания 25 апреля в годовщину создания Корейской народной армии. У берегов Туниса из-за шторма затонул танкер с 750 тоннами дизельного топлива. На данный момент утечка не наблюдается. 58-метровое судно под флагом экваториальной Гвинеи направлялось из Египта на Мальту. Весь экипаж, состоящий из семи человек, был эвакуирован. Проводятся подводные работы по откачке топлива. Местные рыбаки опасаются ухудшения экологической ситуации. Воды залива уже загрязнены отходами фосфорно-кислотного производства. Если вы хотите увеличить темп экономического роста, обучайте девочек и расширяйте возможности женщин. Такие слова прозвучали из уст директора распределителя МВФ Кристаллины Георгиевой в беседе с пакистанской правозащитницей, которая в свою очередь призвала правительство стран увеличить финансирование образовательных программ, уделяя особое внимание образованию девочек. После того, как в августе прошлого года талибы вернулись к власти в Афганистане, живущие там женщины и девочки лишились права на получение образования. Их регулярные акции протеста пока не принесли результатов. «Мы почитали, что если бы женщины имели такой же доступ к рынку труда, как и мужчины, ВВП США был бы на 5% выше, в Японии – на 9%, в Индии – на 27%, в Египте – на 34%. Хотите, чтобы страна, общество процветали? Добейтесь того, чтобы женщины могли вносить свой вклад в этот процесс. Мир переживает кризис детского образования. 130 миллионов девочек не посещают школу. Такие данные мы имели до пандемии. Из-за неё ещё миллионы и миллионы девочек рискуют не получить образование. Так же, как и из-за проблем изменения климата и военных конфликтов». Бразилия отменяет режим ЧИЭС, а вместе с ним и коронавирусные ограничения, введённые в начале 2020 года. Решение было принято властями в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и высокими показателями вакцинации населения. С начала пандемии в Бразилии от последствий коронавируса скончались почти 662 тысячи человек. Потери больше только у США. Объявление о снятии коронавирусных ограничений не могло не обрадовать поклонников самбы. После отмены в 2021 году и переноса на январь 2022 года из-за COVID-19, школы самбы наконец-то смогут показать себя в эти выходные. Традиционный бразильский карнавал пройдёт в двух крупных городах – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова